МАХАДИК ТРУДОСПОСОБНОСТИ Непраздничное послевкусие. Повлияет ли повышение стоимости школьного питания на его качество? На этот и другие вопросы отвечали журналистам руководители Горторга. Чужих детей не бывает, особенно на войне ветераны боевых действий из Магнитогорска, а также сотрудники консерватории подготовили и отпаравили на Донбасс партию гуманитарного груза для самых маленьких жителей горящего региона. Учитель перед именем твоим, как на ММК Метис развивают институт наставничества и что это дает производству в плане повышения эффективности предприятия? О вреде совпадений жительница Магнитогорска к Новому году получила неприятный подарок в виде наложенного ареста на пенсию. Оказалось, ее перепутали. Настоящий должник, полный тезка пострадавшей. Его голос услышала вся страна юный магнитогорец. Шандор Силантьев принял участие в шоу «Голос дети». Успешно прошел слепые прослушивания и выбрал для себя команду Егора Крида. И сейчас об этих и других событиях более подробно. Порции стали больше, а меню разнообразнее. Что, конечно, сказалось и на цене. С 1 января в Магнитогорске подорожало питание в школах. Стоимость пересмотрели, так как были утверждены новые нормы питания, а также в связи с повышением цен на продукты. Руководство Гурторга, организации ответственной за обеды и завтраки всех школьников города, презентовало журналистам новое меню. А также сообщило, куда обращаться, если родители считают, что еду в школьной столовой их ребенка с трудом можно назвать вкусной. Котлета с гарниром, хлеб с маслом и компот с булочкой. Обед из обновленного меню Гурторга. Теперь в школах детей будут кормить еще вкуснее, заверяют в организации. Убрали один день молочный. Теперь у нас два молочных дня. В дополнение к молочным кашам обязательно подается либо запеканка со сгущенным молоком, либо омлет, либо вареное яйцо. Появились и новые блюда в меню. Дети наши получат и куриную голень, тушеную в томатном соусе с чесночком. Получат и большее количество фруктов. Получат блинчики со сгущенкой. По словам учителей, на первой неделе, когда школьникам было предложено новое меню, в основном отзывы хорошие. Некоторые дети даже стали завтракать в школе. Изменения небольшие есть. То, что дети у нас, в принципе, у меня практически весь класс питается на завтраки. И были дети, которые не всегда все съедали. Стала замечать, что есть дети, которые хоть что-то пробовать начали. Я сама мама, у которой ребенок, учится также в школе. Я знаю, что дети не всегда любят то, что готовят в школе. То есть у меня сам ребенок тоже не всегда ест то, что готовят в школе. Говорит, я сегодня не ела. Почему? Мне не понравилось. Есть такие дети, да. И они есть везде. Но у нас в столовой очень вкусно кормят. Конечно, обновленное меню сказалось и на цене. Кому не под силу оплачивать стандартную порцию, могут заказать социальный обед. Родителям предоставлен выбор. На выбор два меню за 50 и 68,73 рубля завтрак и 58 и 68,73 рубля обед. То есть родитель может выбрать, на какую сумму будет питаться его ребенок, если это питание за родительскую плату. Есть ли отличия в меню? Да, конечно, есть. В первую очередь, это отличие связано с выходами. То есть за 50 рублей порция у нас несколько меньше, чем за 68. Это первое отличие. И второе, основное отличие. Если горячие блюда у нас остаются в ассортиментном перечне одном и том же, по 68 рублей там больше фруктов, там сливочное масло, там сыр. Ну, то есть дополнительные составляющие, они, конечно, присутствуют. Добавлю, в этом году, как и прежде, бесплатные завтраки, положены ученикам начальных классов, школьникам с ограниченными возможностями здоровья, детям из малообеспеченных семей и тем, кто находится на учете по состоянию здоровья. Остальные питаются за полную стоимость. Таким образом, если ребенок в школе завтракает и обедает, родитель потратит в день на его питание 120 рублей. То есть более 2,5 тысяч в месяц. Ольга Габрук, мама двоих детей, говорит, для нее дело не в цене. Главное, чтобы питание было качественным. Были, конечно, претензии. Например, когда нам дают кашу перловую, а она бесподлива. Но даже взрослый человек ее не поест. Так ведь? Ну, то, соответственно, дети все ее и выбросили. Но это все сейчас учитывается. Я посмотрела, сейчас в меню увеличили размер порции для старшеклассников. Это классно, кстати. К сожалению, претензий к качеству еды у магнитогорских родителей немало. Вот что пишут магнитогорцы в городских социальных сетях. На заводах обед комплексный дешевле стоит и разнообразие есть. А в школах одна каша, от которой детей тошнит уже. Сколько можно уже драть деньги? За что? Что-то меняется в меню школьного питания. Пробовала и знаю, чем кормят. За свои слова отвечаю. Я согласна с вами, не ресторан, но и не помойка. Почему в детских садах соответствую стандартам, а в школах нет. Привозят полуфабрикаты. А если еще и команда поваров оставляет желать лучшего, то вообще вау. Я даю деньги ребенку каждый день. Он покупает в автомате сухпай. Всяко-разно лучше школьной баланды. В Гарторге заявляют, все жалобы необходимо направлять непосредственно в их организацию. Акционерное общество Гарторг очень трепетно относится ко всем жалобам, поступающим на предприятия, от школ, от детских садов. И готова разбираться абсолютно по каждой истории. И разбирается по каждой истории. На пищеблок тут же выезжают технологи. Выясняют, проверяют, скрывают пробы, если что-то не так. И если только обнаруживаются виновные, то обязательно несут наказание. Предпринимаются все меры профилактики для того, чтобы подобное не повторялось. По словам руководства Горторга, в школы поставляются только свежие продукты. А за последние два года город потратил более 20 миллионов рублей на закупку специального оборудования для школьных столовых. Так что у поваров сегодня есть все необходимое, чтобы обеды у школьников были качественными. Юлия Черешнова, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН. Тем временем в Магнитогорске, как и вообще Челябинской области, растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен на 72%. Рост заболеваемости за неделю был отмечен по всем возрастным группам. Двухлетний Тимофей пришел к доктору, пока, к сожалению, не выписываться. Лечение продолжается. Полгода назад ребенок впервые пошел в детский сад и, по словам мамы, стал чаще болеть. Болеем уже месяц, мы пытаемся вылечиться. Бывает, конечно, что мы уже неделю, там, неделю промежуток, что мы не болеем, но потом снова заболеваем. Ребенок ходит в садик, где-то что-то цепляет, в магазинах, сейчас же вирус все-таки. Поэтому, ну, ходим, ходим часто. В целом, в детской поликлинике номер 4 сегодня немноголюдно. По словам заведующей главного педиатра города Юлии Щербаковой, по сравнению с декабрем, когда на каждую поликлинику приходилось по 300-400 вызовов, сегодня намного спокойнее. Небольшое снижение заболеваемости пошло с 25 декабря. Все дети болели по-разному, но у нас было несколько случаев гриппа, то есть были и тяжелые пневмонии, но не гриппозные, не коронавирусные теологии. То есть это были вирусные инфекции. Вирусов у нас множество. Дети болеют и тяжело, и в средней степени. Чаще всего это была средняя степень тяжести. Очень долго лихорадили, то есть была лихорадка порядка 5-7 дней, дети лихорадили. После праздников число заболевших гриппом и ОРВИС снова начало расти. Сегодня в Магнитогорске заболеваемость превышает эпид-порог по всем группам населения. По сравнению с первой неделей, на второй неделе отмечается рост также по всем группам. На сегодняшний день по всем жителям эпид-порог превышен на 72%, по взрослым на 87,8%, по детям на 63,7%. Отмечается более высокий рост по детям от 0 до 2 лет. У них эпид-порог превышен на 80%. В абсолютных цифрах сегодня болеют 1200 взрослых и почти 2000 детей. Что же касается заболеваемости ковидом, она продолжается на незначительном уровне. По данным Гроспотребнадзора, за прошлую неделю было выявлено 15 подтвержденных случаев ковида. Юлия Черешнева, Алексей Абашин, Владислав Гусев, телекомпания ТВИ. И в продолжение официальных хроник. Более 2,5 тысяч протоколов составили административные комиссии за 2022 год. Итоги их работы подвели на аппаратном совещании угловы города. Также говорили о качестве водопроводной воды и о том, какую работу проводит Трест Водоканал, чтобы в дома горожан поступала чистая и вкусная вода. Подробности далее. За 2022 год Трест Водоканал доставил потребителям более 32,5 миллионов кубометров воды. По словам специалистов, она качественна и соответствует всем необходимым требованиям. Это подтверждают и результаты исследований. В Магнитогорске воду добывают исключительно из подземных источников, а потому пить ее можно прямо из-под крана, говорят на предприятии. Все определяемые показатели воды, в том числе железо, хлориды, щелочность, азотная группа находятся в достаточном количестве. Но они превышают норм определенных санкпинов, что позволяет с уверенностью сказать, что водопроводная питьевая вода в городе Магнитогорске является одной из лучших в России. Контролю качества воды в Тресте уделяют особое внимание. В специальных лабораториях ежедневно берут пробы и делают соответствующие анализы. Кроме того, на предприятии проводят производственные ремонты и контролируют, чтобы не было утечек. Что было сделано в 2022 и что запланировано на 2023, подробно в своем докладе рассказал руководитель Треста. Сегодня водоканал делает все, чтобы действительно снабжение водой происходило и эффективно. У нас, кстати говоря, один из самых низких тарифов. Причем это все обосновано. Почему? Потому что вот те работы, которые мы регулярно проводим и по замене оборудования, и по замене водоводов, и технологии, то есть мы каждый год уменьшаем наши потери. Итоги работы административных комиссий, а их в городе три, подвела глава администрации Орджоникидзевского района Анна Степанова. Так, за 2022 год было проведено 88 заседаний, рассмотрено 2759 дел. По 2500 дел наложены штрафы. Их нарушитель должен оплатить в течение 60 дней. В противном случае привлекут судебных приставов. Больше всего рассмотрено протоколов, составленных по части 10 статьи 3 закона об административных правонарушениях. Оставление механических транспортных средств на газонах, озелененных территориях, детских и спортивных площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу коммунальных отходов. В 2022 году таких протоколов было рассмотрено 1817. 315 нарушителей привлекли за сброс мусора и отходов производства, 267 за торговлю в неустановленных местах. В результате работы административных комиссий в бюджет города поступило более 3 миллионов рублей. В целом, отмечают специалисты, в сравнении с тем же 2021, количество правонарушений в 2022 снизилось. Работа будет продолжена. Ольга Аникина, Денис Иванов, телекомпания «ТВИН». Крещенские морозы – не повод для отмены работы, особенно коммунальщиков. Трест-водоканал продолжает плановые ремонты на сетях водоснабжения. Сейчас работы ведутся на пересечении улиц Бехтерева и Уральской. Как долго они продлятся и что поменяется после реконструкции, выясняла наша съемочная группа. Плановые ремонты Трест-водоканал проводит круглый год. Неважно, какая погода за окном, к участку на пересечении улиц Бехтерева и Уральской, по словам представителя предприятия, приступили еще в сентябре. Под замену должны пойти 1700 метров сетей. Меняются трубы диаметром 500 миллиметров на аналогичные, металлические. Старые отслужили свой срок. Как следствие, здесь уже не раз устраняли повреждения. Этому водоводу уже около 50 лет. Сейчас ведется укладка также нового стального водовода, более современного, в изоляции современной. Ну, будет также срок гарантии, год изготовитель дает 50 лет. Современная изоляция обеспечивает надежную защиту от коррозии. По словам представителей Треста, после замены труб горожане заметят улучшение качества воды. На работах по укладке водовода задействованы работники водоканала и техника. Несмотря на длительный ремонт, местные жители испытывают проблемы только с передвижением и благоустройством. Наличие воды в кранах обеспечивают другие магистрали. На сегодняшний день 1 километр, 170 метров поменяли. Ну, факты то, что проезжая часть, все это отключение делается, запитывается по другим магистральным, чтобы все жители у нас были с водой. Самой сложностью именно в этом заключается. Ну, то, что сейчас зимние условия, грунт промерзает, приходится работать гидромолотом. Аналогичные ремонты проводятся на нескольких городских участках. Так, сейчас меняются сети в поселке Малжив и на улице Галиулина. В этом году запланированы масштабные работы по замене магистральных сетей Янгельского водовода. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. К другим темам нашего обзора. Порядка двух тонн посылок в канун Старого Нового года были доставлены из Магнитогорска на Донбасс по инициативе Союза ветеранов Чечни и Магнитогорской консерватории. Участникам специальной военной операции передали именные посылки, новогодние подарки, предназначались для воспитанников детского дома, реабилитационного центра для детей с нарушением зрения и дома малютки. Дорогой добра и милосердия под таким названием в Магнитогорской консерватории 26 декабря состоялся благотворительный концерт. По инициативе Союза ветеранов Чечни и руководства консерватории на сумму, вырученную со взносов на билеты, приобрели подарки детям Луганской и Донецкой народных республик, находящихся в воспитательных учреждениях. В концерте приняли участие Оркестр духовых инструментов, хор мальчиков в Соловушке-Магнитке, фольклорной ансамбле Дарена и Дараванье. Самое интересное, что пришел выступать детский сад Нотка, наш музыкант детский сад, который при консерватории. Получилось так, что дети детям помогали собрать средства на покупку новогодних рождественских подарков. В сборе гостинцев также приняли участие казаки Станицы Магнитной, актеры драматического театра, Магнитогорская епархия, 131-й детский сад и неравнодушные жители. Для ребят были приобретены большие наборы первоклассников и новогодние подарки. Мы еще купили развивающие конструкторы, логические игры, методическую литературу. В Центр реабилитации для слабовиджих детей попросили специальные игрушки и книги с тактильными элементами, для того, чтобы тоже обучать детей, чтобы они могли видеть руками. В путь представители Союза ветеранов Чечни отправились 11 января. Поездка прошла не без приключений. Сначала пришлось произвести замену грузовой машины, потом некоторое время задержаться на КПП. Но посылки были доставлены в срок. В канун Старого Нового Года подарки передали в дом малютки, реабилитационный центр для детей с нарушением зрения и детский дом. Пользуясь случаем, Анатолий и Сергей навестили военнослужащих 6-го танкового полка. Передали им бензогенератор, теплые вещи и именные посылки, которые в том числе помогли собрать земляки из Челябинска. Дети церковно-приходской школы написали участникам СВО, теплые письма. Встретили Старый Новый Год с ребятами на передовой. Противник нас поздравил. Обстреляли 7 раз. Утром 14 января представители Союза ветеранов Чечни отправились в обратный путь. Сейчас рассматривают вариант организации поездки к 23 февраля и 8 марта. В общественно-политическом центре в рамках очередной региональной недели депутат Государственной Думы России Виталий Бахметьев провел встречу с активной молодежью Магнитогорска. Представители местного отделения партии «Единая Россия» рассказали о проделанной работе за 2022 год и обсудили с депутатом планы взаимодействия по важным вопросам. Встреча социально активной молодежи Магнитогорска с депутатом Госдумы Виталием Бахметьевым прошла в формате оживленного диалога. Виталий Викторович поделился с собравшимися итогами работы Федерального собрания Российской Федерации. Представители местного отделения партии «Единая Россия» рассказали о важных проектах, осуществленных в течение прошлого года. У нас были отправлены вещи, мобилизованные нашим воинам в город Елай. 29 октября на базе нашего общественно-политического центра был проведен инклюзивный конкурс детского патриотического рисунка, в котором были приглашены дети с Донецкой, Луганской, Харьковской областей. Оказывать помощь пенсионерам, организовывать мероприятия, направленные на патриотическое, спортивное и интеллектуальное воспитание молодого поколения, активистам помогают различные организации Магнитогорска и неравнодушные жители. Виталий Викторович ответил на волнующие вопросы представителей молодежи и предложил свою помощь в осуществлении разного рода мероприятий. Есть ли в вашем поле зрения семьи мобилизованных, кому нужна поддержка? Ну, понимаем, сейчас снег, да, вот завалило там, кто-то живет в своем доме, где-то, может, трава надо, ну, понятно, что муж там или сын там ушел служить, а они остались здесь. Я готов, если у вас есть в вашем поле зрения такие семьи, я готов подключиться. Обсуждая специальную военную операцию, ребята попросили Виталия Викторович рассказать историю о лейтенанте из Картолинского района, которого благодаря содействию депутата Госдумы удалось вызволить из плена. С просьбой о помощи к Виталию Бахметьеву обратилась мама военнопленного. Она обратилась ко мне, потому что у нас есть депутат Чечни, Шамсаил Царалеев, который занимается пленами. Я обратился к нему, говорю, Шамсаил, помоги вот. Он записал, дал, по цепочке пошло и буквально через, наверное, полтора месяца лейтенант вернулся. Он был раненый. Виталий Бахметьев отметил, он всегда готов к диалогу и, как депутат, считает важным оказывать поддержку молодежному активу Магнитогорска. Приятным завершением встречи стало вручение благодарственных писем общественникам. На этой неделе стало известно, что пятая школа вошла в топ-200 лучших учебных заведений страны по итогам подготовки учащихся по математике и естественным наукам. Рейтинг лидеров составил образовательный центр «Сириус» при поддержке Московского центра непрерывного математического образования. В нашем регионе в этот список попали четыре школы из Челябинска и одна из Магнитогорска. Пятая школа, как и другие лидеры списка, продемонстрировала значимые достижения в развитии талантов школьников, благодаря чему они серьёзно преуспели и в математике, и в естественных науках. Система работы с одарёнными детьми реализуется в этом учебном учреждении давно и ежегодно приносит высокие результаты. В прошлом году у нас есть призёры Сириусской лимитрии по химии. На региональный уровень у нас есть и математика, и химия, и физика, и биология. Ну, человек 9-10. Добиться таких результатов непросто. Ведь если ученик не заинтересован, то никакой учитель и родитель ему помочь не смогут. Поэтому мотивация к будущим победам вырабатывается не только за партой. Чтобы ребёнок одарённый формировался правильно, нужна определённая образовательная среда. То есть он должен развиваться среди равных, а может быть, более сильных детей. А для этого нам необходимы выезды. Мы в течение года четыре раза выезжаем на какие-либо всероссийские и даже международные турниры. В их числе Кубок Урала, Казанский турнир флэш-боёв, а также знаменитое «Золотое руно», проходящее в Абхазии. «Проводит этот турнир преподаватели президентского знаменитого лицея 239-й лицей. То есть мы соревнуемся с лучшими школьниками Петербурга. В этом лицее как минимум два человека входят в международную команду российскую». Такие встречи, говорит Алёна Валерьевна, оказывают большое влияние на формирование личности ребёнка. Они пробуждают бойцовский характер и огромное желание трудиться и развиваться дальше. Что школьник начинает активно реализовывать в предметных олимпиадах. И здесь уже подключаются педагоги, которые разрабатывают индивидуальный план работы для каждого ученика. Он включает в себя и учебно-тренировочные сборы, и участие не только в предметной, но и многопрофильной инженерной олимпиаде, где представлены почти все науки. «Чтобы диплом принёс 100 баллов или 10 баллов, сколько там баллов, и чтобы ЕГЭ сдал на 100 баллов, так не получается, что человек не участвовал в идее, и вдруг он написал там, нет, надо их готовить. И поэтому ребята-то готовятся, а потом уже те дипломы 10, где 11 классов, которые получают, им дают возможность на бесплатном основе поступить в престижный образ. У нас очень много ребят поступает, очень много. Вот поэтому, наверное, по итогам этого мы и попали в топ-20». В олимпиадное движение сегодня вовлечено более 60% учащихся пятой школы. Директор учреждения Наталья Никифорова уверена, без влюблённых в своё дело педагогов добиться таких результатов было бы невозможно. «Если родители доверяют такому педагогу, если они доверяют его методам, если они идут с ним вместе, вот тогда и получаются такие замечательные результаты». В честь Дня российской печати Магнитогорский государственный технический университет провёл праздничную пресс-конференцию. На ней представители студенческих организаций МГТУ рассказали, чем живёт молодёжь сегодня, а также состоялось награждение представителей СМИ за долголетнее и плодотворное сотрудничество с ВУЗом. Сегодня в Магнитогорском государственном университете действует восемь студенческих объединений. На пресс-конференции представители каждого движения выступили с небольшой презентацией. По итогу стало очевидно, студентам МГТУ действительно есть куда пойти и чем заняться после учёбы. Тут и стройотряды с официальным трудоустройством и хорошими зарплатами, и студенческое научное общество с инновационными разработками. Можно посвятить свободное время спорту, заняться покорением медиапространства, по зову сердца пойти в волонтёры, отправиться на поиски погибших во время Великой «Отечественный солдат», организовывать культурно-массовые мероприятия или вести профсоюзную работу. Участие во всех движениях абсолютно бесплатное. Твори, выдумывай, пробуй. Простора для самореализации масса. А информационную поддержку окажет Управление информации, общественных связей и рекламы Магнитогорского металлургического комбината. МГТУ – наш стратегический давный партнёр. Естественно, это наше будет продолжаться всё сотрудничество в научной сфере. Студенты – это немножко другая сфера. Это во многом наши будущие работники, ваши студенты. И очень отрадно видеть, что это такие активные, молодые люди, энергичные, у которых куча планов, идей. В общем, очень-очень приятно. Поэтому, конечно, мы будем с вами сотрудничать, будем рассказывать о вашей деятельности. ТВИН и МГТУ связывают давние дружеские и рабочие отношения. Студенты ВУЗа проходят практику в новостной редакции. Журналисты телекомпании регулярно снимают репортажи о студенческой жизни и научной работе. И, конечно, это взаимовыгодное сотрудничество будет продолжаться. Галина Смирнова, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Традиционную рубрику «Промплощадка в событиях» также начнем темой обучения и образования. Президент Владимир Путин официально объявил 2023 год годом педагога и наставника. Коллектив ММК «Метис» готов идти в ногу со временем. Система наставничества на этом производстве в работе уже несколько лет. 10 наставников по всем цехам помогают молодым сотрудникам максимально быстро освоить практические и теоретические навыки, стать частью большого металлургического братства. Когда деревья были большие, вернее, когда центральную аллею производственной площадки калибровочного завода украшали огромные сосны и памятник Ленина по центру, юная Валентина Маркина впервые переступила порог заводской лаборатории. Пришла попробовать свои силы и содержалась на долгие 40 лет. Шли годы. Калибровочное производство влилось в структуру ММК «Метис». Лаборант Фигме с испытаний Маркина получила диплом о высшем образовании и стала инженером-технологом, но постоянным осталось одно. Валентина Николаевна искренне предана своему предприятию и коллективу. Это стало решающим фактом, когда после выхода на пенсию ей предложили вернуться на промплощадку в качестве наставника. Сейчас пошел второй год наставничества, и меня затянуло, так скажем. Мне нравится работать с людьми, нравится встречать людей новых. Пять лет назад институт наставничества на предприятии ММК «Метис» обрел вторую жизнь. Опытные ценные специалисты, а таких на сегодняшний день 10 человек, вместо почивания на пенсионных лаврах остались на производстве, чтобы помочь вчерашним выпускникам институтов и колледжей быстро адаптироваться и влиться в рабочий процесс. Например, Валентина Маркина отвечает за новобранцев на участке производства высокоуглеродистой проволоки и канатов. Наставник – это не просто преподаватель теоретического обучения. Она действительно помогает влиться человеку в коллектив. Это достаточно большой коллектив, многочисленный. Помогает адаптироваться к производственной среде. И в этом отношении Валентина Николаевна очень большой вклад вносит. Мы ее очень ценим и всегда с большим удовольствием принимаем работников из ее рук. Валентина Маркина из тех, у кого профессия буквально на кончиках пальцев. Опытный инженер-технолог, научник, определяет качество проволоки и этими знаниями щедро готова делиться с молодыми рабочими. За два года наставничества таких уже десятки. Вадим Пронин – один из них. У наставника большая роль есть. Он всему научит, потому что он уже давно работает. Чему я благодарен своим наставникам – это Валентина Николаевна Маркина и Ингова Фагим Фаритовича. Они меня научили, как работать на предъявящей машине. Курс молодого бойца длится три месяца. Три месяца Валентина Николаевна буквально за руку водит молодого работника по производству, объясняет все профессиональные тонкости, нюансы, знакомит с общим производственным процессом, где каждому становится понятна его роль. А порой приходится рассказывать очень простые и нужные вещи. Местонахождение столовой, раздевалок, учебных классов – это все тоже наставник. Вот у меня работники все уже выпускники. Я их выпустила. Они сейчас уже профессионалы. Они получили разряды и работают самостоятельно. И когда я к ним подхожу, я вижу, люди мне улыбаются, люди рады меня видеть, приветствуют и хвалятся своими успехами. У меня же тоже приятно, что я приложила к этому свои силы. Елена Ткач, Алексей Вичинкин, телекомпания «ТВИН». Портретная галерея героев производства остается одной из самых востребованных наших рубрик. Непростая и ответственная работа, которая требует полной отдачи. Столевар электростали плавильного цеха ММК Василий Василенков был признан лучшим в своей профессии. Вот уже в течение 10 лет он трудится на благородного предприятия и знает производственный процесс от и до. Что важно, специалист постоянно совершенствуется в профессиональном плане, за что его ценят коллеги и руководители. Ни одной свободной минуты рабочий график Столевара электростали плавильного цеха ММК Василия Василенкова напряжённый. Перед ним ежесменно стоит целый ряд задач. Я за производство отвечаю в первую очередь, за состояние печи, за футеровку, за заправку печи. За химию отвечает мастер, всё остальное мне. Шехтовки. Сколько чугу надо заказать, сколько железа завалить. Секунду. Решать все производственные задачи необходимо не только оперативно, но и безошибочно. Цена ошибки велика. Можно совершить аварию легко, если я где-то не увижу аварийные места в печке, нападения, в откосах. То есть металл может уйти, через порог может уйти, может впадина, заднюю стенку, откосы. То есть нужно постоянно следить. Перешихтуешь тоже, порог выдавить можно металлом. Почти 10 лет трудится Василий Василенков в одном цехе на одном участке. Пришел сюда после окончания индустриального колледжа. Сначала работал третьим подручным Столевара, больше наблюдал за процессом и выполнял несложные операции. Далее стал вторым и первым подручным. В течение нескольких последних лет он исполнял обязанности Столевара. А полгода назад был назначен на эту должность официально. Участок выплавки стали, на котором трудится Столевар, включает в себя три печи. Василий Василенков отвечает за работу двухванного стали плавильного агрегата номер 32. На наш агрегат конкретно поступает всё, что нигде не пригодилось. То есть мы перерабатываем уже отходы какие-то, как некондицию. Выбивают чаши шлаковые, там тоже всё равно металлические включения бывают. Тоже нам везут. С промковшие отработают. Наша задача переплавить, получить необходимую марку стали. В ковшах тонны огненной стали. На каждом работнике цеха непростой груз ответственности. В СПЦ трудятся высокопрофессиональные специалисты. Каждому из своих коллег, рассказывает Василий Василенков, он доверяет полностью. Самые лучшие. На них всегда можно положиться. Всегда поддерживать. Мы друг за другом горой. Никто в стороне сидеть не будет. Если у кого-то неприятность, проблемы, нужно помочь. Обязательно все придут. В свою очередь, коллеги также хорошо отзываются о молодом специалисте. Говорят, обратиться к нему можно с любыми вопросами. В помощи он не откажет. Василий очень хороший специалист. Работаю с ним уже три года. Всегда подсказывает, помогает, выручает. Всегда приходит на помощь. Ответственный, пунктуальный. Ну, только хороший, могу сказать, ничего плохого. И как человек он хороший, да, тоже можно так-то и позвонить, там, совет попросить. Уже работая на предприятии, Василий Василенков получил высшее образование. Говорит, готов расти и развиваться в профессиональном плане. И дальше. Расти есть куда. Внимательный к мелочам профессионал своего дела. Мастер участка, а глав фабрики номер 5, Виктор Вальков, лучшим по профессии становится уже не первый раз. Специалист на хорошем счету у коллег. Ему пророчат рост по карьерной лестнице. О выборе профессии Виктор Владимирович рассказал нашей съемочной группе. Коренной магнитогорец Виктор Вальков в свое время работал на аглофабрике номер 4, дробильщиком агломерата. Заочно отучился в МГТУ по специальности металлургические машины и оборудование. Трудился старшим агломератчиком и мастером. С момента основания аглофабрики номер 5 работает в должности мастера участка здесь. Было немножко, конечно, трудновато, потому что здесь немножко другое оборудование. Мы сейчас находимся на главном посту управления. Здесь три человека, практически управляют полностью всей фабрикой. То есть конвейерат запускается, весь полностью агломерационный процесс ведется вот этим, практически тремя людьми. Тяжело было, учились, но в итоге научились и вышли на производственные показатели, на качественные показатели. На 27 мониторах главного поста управления агломерационным процессом все важные агрегаты аглофабрики номер 5. Задача мастера участка – следить и проконтролировать нужные показатели работы оборудования. Сейчас на данный момент производства мы достигали 5 миллионов 40 тысяч тонн. В этом году ввели и проводим пусконаладочные работы по узлу водоизвести. И производство у нас суточное, постепенно с нарастанием. На данный момент уже достигаем производства 16 тысяч 100 по суткам. Контракт на 16 тысяч 700. Виктор Владимирович и Рим Чумарин знакомы с 2000 года. Работали на 4-й аглофабрике. На 5-ю перешли вместе со своим коллективом. Это стало залогом проверенных временем дружеских отношений среди коллег. Коллектив пришел еще с 4-й фабрики. То есть знаем друг друга уже порядка где-то лет 15-20 как минимум. То есть кто давно работает. Поэтому за это время, в принципе, уже коллектив успел сплотиться. Сейчас на аглофабрике номер 5 работает 120 человек. Это вместе с руководящим составом. Родители и дядя Виктора Владимировича были заняты на металлургическом производстве. Вальков, можно сказать, с детства определился с выбором будущей профессии. У меня отец работал замначальником цеха Магнитогорского завода. Разговоры, естественно, в семье были. По производству, по всему остальному. Это было интересно, когда приходил тоже так же с отцом посмотреть. Это было красиво, когда куют металл и все остальное. Свою работу Виктор Вальков ценит за ощущение причастности к большому производственному процессу и возможность постоянно учиться чему-то новому. Он исполнял обязанности старшего мастера участка, старшего мастера серовозчиков установок. В принципе, надежный. Я думаю, дорастет, посмотрите, обязанность начальника участка. Ну и там выше. Дина Наумба, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН. Целый блок материалов этого обзора я бы назвал «Семейная экономика». Без вины виноваты. Жительница Магнитогорска к Новому году получила неприятный подарок в виде наложенного ареста на пенсию. После выяснения причина оказалась. У женщины есть двойник, полная тезка, накопившая немалый долг за отопление. Именно трест теплофикации подал в суд на должника. Вот только в ходе процесса данные перепутали. В ситуации разбирался наш корреспондент. Аккуратно подколотые квитанции с чеками об оплате всех коммунальных услуг. Галина Михайловна из тех примерных граждан, кто едва получив пенсию, тут же спешит оплатить все коммунальные услуги. У меня квитанции все заплачу, плачу, пятого получаю, шестого, седьмого, ну от силы восьмого числа у меня уже все оплачено. Каково же было удивление пенсионерке, когда в начале декабря ей принесли лишь половину пенсии. Оказалось, судебные приставы взыскивают с нее долг перед теплофикацией. После выяснения всех обстоятельств родственники бабушки узнали. Долг накоплен в квартире, находящейся на Коробово. Сама же Галина Михайловна живет с сыном и снохой в Ленинском районе на Марксом. Объяснили, что на Коробово есть такая же фамилия, отчество, но год разный. Потом выяснили только, что год разный. Главное, и сын там такой же, Андрей Анатольевич. В связи с тем, что в базе данных стояло не тогда до рождения, хоть и указан был и адрес Коробова, стояла дата рождения Сталистина Галина Михайловна, проживающая по адресу Карломатца 24, квартир 18, суд вынес приказ именно на Сталистина Галина Михайловна, которая проживает по Карломатце. Чтобы доказать свою невиновность, пенсионерке и ее родственникам пришлось немало побегать, собрать справки, написать заявление судебным приставам и в теплофикацию. Дело производства приостановили. Деньги обещали вернуть в течение нескольких дней. Когда устанавливается, что взыскали денежные средства с недолжников, в принципе судебный пристав исполнитель выставляет требования о возврате денежных средств и денежные средства возвращаются, в принципе здесь права восстанавливаются. Вот только до сих пор списанную пенсию Галина Михайловна не получила. Зато пошатнулись здоровье и нервы. Переживает, платит исправно, а попала в должники. Кто виноват? В этой ситуации, когда есть ошибка в идентификации конкретного должника, то здесь вопрос к деятельности прежде всего Федеральной службы судебных приставов, потому что в соответствии с Федеральным законом об исполнительном производстве именно на судебного пристава, как должностное лицо, возложена обязанность. Во-первых, по проверке исполнительного документа, насколько он соответствует требованиям закона, а во-вторых, по вопросу идентификации должника. Как бы тут не скрываем, наша вина есть, но со своей стороны это звали, что еще нужно сделать. Если деньги пенсионерка так и не получит, она может обратиться с жалобой в прокуратуру. К тому же по закону может потребовать возмещение всех убытков и уплату процентов за пользование чужими денежными средствами. Что же касается настоящего должника, теплофикация вновь подает на него в суд. К слову, истории с должниками нередки, однако теперь могут уйти в прошлое. В силу вступили изменения в закон. Теперь в исковом документе должны быть не только ФИО, дата и место рождения, но и один из идентификаторов – СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удостоверяющего личность или водительского удостоверения. Тогда подобных ошибок, возможно, удастся избежать. Елена Старостина, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН. Жители города шокировала комиссия за оплату квитанции за газ. По словам потребителей, с нового года в кассах ЯРКЦ, где они привыкли платить, стали брать дополнительно как минимум 50 рублей. В некоторых случаях это больше самой суммы начислений, чуть ли не в два раза. Почему так произошло? В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Нина Лукьяновна показывает квитанции за газ и чеки об оплате. Один за декабрь, другой за январь. Сумма начислений за два месяца практически одинаковая, а вот сумма в чеках существенно отличается. Такая разница пожилую женщину неприятно удивила. Тут у меня 94 рубля с копейками, все, я оплатила. Когда я пришла домой, начала раскладывать эти все. Смотрю квитанцию дома, что такое? 150. Почему? Исправный плательщик, никогда не было ни копейки, нигде. Все. И вдруг вот такая вот история сейчас. И мне это нужно вот уточнить. Почему? Изменения при расчете заметили и другие магнитогорцы, которые так же, как и Нина Лукьяновна, пришли платить за коммунальные услуги в ЯРКЦ. Я начислил на 210, я заплатил 260. Вас удивило, что комиссию взяли в размере 50 рублей? Конечно, удивило. Очень даже. Но тем не менее заплатили. Ну а куда деваться? Будем через все время нам платить. Дело в том, что с января нового года при оплате квитанции за газ в ЯРКЦ стали взимать комиссию от полутора процентов, но не менее 50 рублей. Почему так произошло, в ЯРКЦ дали подробное объяснение. Необходимо отметить, что мы являемся в данном случае банковским платежным агентом, банковским платежным агентом Челябинвестбанка. Ранее между Челябинвестбанком и Новотеком был заключен договор, где комиссионное вознаграждение за прием платежей в оплату коммунальных услуг платил ресурсник. Следовательно, расторгнув договор с Челябинвестбанком, комиссию фактически ресурсоснабжающая организация перенесла на плечи населения. Это же подтвердили специалисты банка. С 1 января 2023 года Новотек Челябинск прекратил оплачивать банковские услуги по организации приема оплат за газ через систему «Город». Банк был вынужден переложить комиссию банка за переводы в адрес Новотек на плательщиков. До этого времени услуги банка оплачивались на Новотек, и комиссия в кассах не взымалась. Некоторых плательщиков возмущает размер комиссии. В банке прокомментировали, почему был определен именно такой платеж. Размер комиссии определяется расходами на организацию сбора платежей через систему «Город». При этом установлен стандартный размер комиссии в системе «Город» по операциям, по которым банку не оплачивается вознаграждение получателям денежных средств. Ситуацию прокомментировали и в Новотеке. Там объяснили, что в конце 2022 года ряд финансово-кредитных организаций вел комиссию на платежи за потребленный газ от населения. Также специалисты рассказали, где можно заплатить за газ без комиссии. Дальше выбор за потребителем. Компания «Новотекс» стремится и достигает комфортное обслуживание наших абонентов. Как стало известно, что с 1 января 2023 года некоторые платежные системы начали брать с наших абонентов при оплате за газ комиссию. Нам неоднократно уже мы объясняли нашим абонентам, что есть несколько вариантов оплаты без комиссии за газ. Это у нас отделение Сбербанка, отделение Кредит Уралбанка и Почта России. Также мы рекомендуем подъехать к нам в офис по адресу Завинякина, 14, дробь 1. Наши специалисты помогут установить приложение. В этом приложении можно также передавать показания, оплачивать без комиссии за газ, не выходя из дома. Стоит ли ожидать, что размер комиссии изменится? Пока же время, специалисты ЕРКЦ обратились к банку с просьбой рассмотреть возможность снизить платеж. Ольга Аникина, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда повысился. Теперь он составляет 16 242 рубля. На какие социальные выплаты это повлияет, расскажем в следующем сюжете. По сравнению с 2022 годом минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,3%. Его величина будет выше прожиточного минимума на 4%, который на 2023 год решено поднять до 14 375 рублей. Повышением родции очередь приведет к увеличению размера государственных выплат и пособий. В первую очередь это коснется пенсионеров и льготников. С 1 января 2023 года произошла индексация страховых пенсий неработающих граждан на 4,8%. Также с 1 февраля у нас произойдет индексация ежемесячной денежной выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и членам семьи ветеранов боевых действий. ЕТВ будет проиндексирована на фактический рост инфляции, пока ожидаемый процент это 12,4%. С 1 февраля на уровень фактической инфляции повысят размер и материнского капитала. На первого ребенка сумму сертификата увеличат на 65 тысяч рублей, она составит 589 тысяч. Выплату на второго малыша увеличат на 86 тысяч рублей до 779 тысяч. С 1 февраля также увеличат пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Единовременное пособие при рождении ребенка будет 23 тысяч 11 рублей, а пособие, которое получает женщина в декретном отпуске в 140 дней, повысят до 383 тысяч 179 рублей. Изменится размер выплат и семьям с детьми, назначать которые с 1 января 2023 года будет новая организация – Социальный фонд России. Он был создан в этом году в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. В первую очередь это, конечно, сделано для удобства граждан. Раньше граждане, одна и та же категория граждан вынуждена была обращаться в разные фонды. Теперь обслуживание будет проходить в единых офисах клиентских служб по вопросам ФСС и по вопросам Пенсионного фонда. Слияние фондов приведет к сокращению сроков назначения выплат, шесть из которых с 1 января 2023 года будут объединены в единое универсальное пособие. Пособие для всех детей от 0 до 17 лет, а также для беременных женщин. Теперь не нужно подавать несколько разных пособий, если у вас дети разного возраста. Это очень удобно, достаточно заполнить одно заявление на портале госуслуг, либо в МФЦ, либо в клиентских офисах Социального фонда России и указать там всех детей. Пособие назначается с учетом оценки нуждаемости и будет составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума населения. Главный критерий для получения универсального пособия – среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте. Стоит напомнить, что ранее назначение данных выплат делало Управление социальной защиты населения администрации города, которое с появлением Социального фонда России перестроило свою работу. С 1 января в Управлении социальной защиты населения прекращается прием заявлений на такие меры социальной поддержки, как ЕДВ в связи с рождением первого ребенка, ЕДВ в связи с рождением третьего и последующих детей и ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Исключение составят граждане, чьи дети рождены первыми либо третьими до 1 января текущего года. Эти граждане смогут обратиться за назначением на выплату на первого ребенка по старым нормам Федерального закона в социальный фонд, на третьего, либо в Управление социальной защиты, либо в социальный фонд для назначения универсального пособия. Татьяна Артеменко, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Россияне по итогам 2023 года впервые заплатят налог с процентов по своим банковским вкладам. Он будет исчисляться, исходя из ключевой ставки Центробанка, и коснется не только срочных, но и накопительных, карточных и других счетов, по которым полагаются проценты. Но есть исключения. Соответствующие поправки в налоговый кодекс вступили в силу еще с позапрошлого года, но применение нормы отсрочили. Сама ставка налога на доходы по вкладам останется на уровне 13%. Однако максимальный, не облагаемый налогом процентный доход будет рассчитываться особым способом. Ограничений по суммам по вкладам нет, есть ограничения по налогу. Будут учитываться проценты, которые получил вкладчик в течение года 2023 года, но за минусом процентов, которые рассчитываются как 1 миллион рублей, умножены на максимальное значение ставки, которое идет из действовавших на первое число каждого месяца в течение года. Речь идет только о тех случаях, когда ставка по депозиту превысит максимальное значение ключевой ставки Центробанка за весь год. При расчете налога будут учитывать срочные вклады, накопительные, карточные и другие счета, за исключением экскролл-счетов и вкладов, по которым ставка не превышала 1%. Налог будет зависеть от реально полученного дохода по счетам во всех банках страны. Учитываться будут доходы и по валютным вкладам, где размер дохода пересчитают на рубли по курсу Центробанка на день получения процентов. При этом льготы в начисление этого налога не предоставляются. Декларации физическим лицам представлять не нужно. Налоговым органам будет самостоятельно исчислен налог на основании сведений, переданных банками. Налогоплательщикам будут направлены налоговые уведомления, и уплатить налог необходимо будет за 2023 год, не позднее 1 декабря 2024 года. Культура в событиях и наши на первом. Юный магнитогорец Шандар Силантьев принял участие в шоу «Голос. Дети». Талантливый исполнитель успешно прошел слепые прослушивания. К нему повернули сразу два наставника. Мальчик выбрал для себя команду Егора Крида, и сейчас активно готовится к выступлениям в тройках. В перерывах между репетициями Шандар нашел время, чтобы пообщаться с нашей съемочной группой. Вообще мы очень давно об этом мечтали, очень сильно хотели. Это была наша цель, к которой мы дошли постепенно. 11-летний житель магнитогорска Шандар Силантьев рассказывает о своем участии в шоу «Голос. Дети». Его появление в эфире «Первого канала» горожане ждали несколько недель. В прошлую пятницу он, наконец, вышел на большую сцену. Шандар развернул к себе сразу двух наставников – Басту и Егора Крида. Я изначально очень сильно волновался, а потом я собрался мыслами. Вышел, думаю, кайфану на сцене. Не каждому уже такая сцена попадается. А там повернуться или нет, просто бам, и ко мне повернулись. Ну что ты вообще, как ты что? Да нормально. Что там в магнитке, что происходит? Все хорошо, немножечко все продвигается. Так же, как и я. Шандар не сразу определился с тем, кому пойти в команду. Оба наставника были по-своему интересны, но выбор сделать пришлось. Две огромных горы. Представляешь? На какую мне забираться? Ты дома кого-то из парней слушаешь? Вообще да. Например, Егора Крида. Басту даже. А, даже, да? Да. Изначально я очень сильно хотел к Басте. Ну, прям очень сильно. А тут у меня сердце-то почувствовало, что надо пойти к Егору. Вот я и пошел. Честно сказать, у Егора самая лучшая команда. И прежде чем идти к Егору, я понимал, что у меня меньше шансов будет куда-то дальше пройти. Но я все равно к нему пошел. О своем решении не пожалел. Шандер рассказывает. Егор Крид над каждым номером в шоу трудится с полной отдачей и с ребятами легко находит общий язык. Егор снимал для нас студию, и мы там вместе с ним занимались крутыми педагогами. И на каждой репетиции был Егор. Это очень круто. Работаешь ты не один, это же тройки, поединки с крутыми ребятами, даже очень крутыми. И вот ты работаешь, познаешь что-то новое, ловишь моменты. Шандер признается, на протяжении всего времени в Москве он очень чувствовал поддержку окружающих. За кулисами шоу царила дружественная атмосфера. Мальчик познакомился со многими участниками проекта, очень помогала настроиться на нужный лад ведущей Агата Муценицы. Мы не только перед сценой с ней разговариваем, а и до сцены мы снимаем. И там ко мне она подошла к песне, и она спела «We are the Shander, my friends». Это было очень смешно. А перед сценой она очень много чего говорит, и она реально помогает. И, конечно, рядом были друзья и родные. В Москву с Шандером поехали друг семьи Виталина и папа. Ян Матвеев всегда и во всем поддерживает сына. Именно он привил ему любовь к музыке. Он рос в музыке. Я сам выступал, у нас был коллектив. И он постоянно был в музыке на репетициях, там что-то. И постепенно напевал. Постепенно напевал, и потом в один прекрасный день он просто вышел нечаянно и спел. Ему это очень всем понравилось. Шандер Силантьев, кстати, личность в городе довольно известная. Летом мальчика часто можно было видеть в парках города, где он давал целые концерты. В будущем юный артист намерен связать с шоу-бизнесом свою жизнь. Без сцены он себя не представляет. В планах вот прям на сегодняшний день у нас к концу марта сделать сольный концерт. Вот прям мы этим сейчас занимаемся и мы это сделаем. А уже в воскресенье 15 января Шандер полетел в Москву на очередное выступление в шоу «Голос дети». Он уверен в своих силах и заряжен на успех. Евгения Солхудинова, Владислав Гусев, телекомпания «ТВИН». Вот другой юный талант, аккордеонист с говорящей фамилией Иван Топ и его наставник Наталья Смирнова получили премию губернатора Челябинской области. Именные дипломы представителям Дома музыки были вручены за высокие достижения в области искусства. За последние два года Иван принял участие в 48 конкурсах высокого уровня, где неизменно занимал только призовые места. О том, что ее сын очень музыкален, маме Ивана Топа рассказал воспитатель детского сада, посоветовав отвезти его в школу искусств. Иван такому решению не сопротивлялся, сказав, что хочет играть на аккордеоне. Он понравился мне по звучанию. Очень красиво звучит. Может раскрыть душу человека. Однако освоить инструмент оказалось непросто. И интерес к занятиям не угас, говорит Иван, только потому, что он оказался в классе Натальи Смирновой. Иван ко мне пришел в шесть лет. Начиналось, естественно, как со всеми. Брались простенькие небольшие произведения, которые мы старались, даже несмотря на то, что они маленькие, по объему доводить до совершенства, чтобы он исполнял их как настоящий артист. Наталья Владимировна сразу объяснила ученику, что в любом, даже самом маленьком произведении есть образ. И задача настоящего артиста – его понять и донести до зрителя. Погружение в эти образы оказалось настолько захватывающим, что уже на втором году обучения Иван смог играть программы, предназначенные для учащихся более старших классов. Жизнь, она разнообразна, и музыка, естественно, разнообразна. Поэтому мы играем разную музыку. Мы не берем конкретно народные произведения или эстраду, или еще что-то. Мы играем полифонию. То есть разного уровня, многоуровневого произведения. Это раз. Во-вторых, основная задача – научиться трудиться, потому что на одном таланте не вылезешь. И поэтому, естественно, как бы, в первую очередь трудолюбие развивается. Во-вторую, ну и главное тоже параллельно там душа раскрывается, потому что мы как бы понимаем, когда понимаем музыку, мы понимаем очень разные стороны жизни. Сегодня музыка стала для Ивана важной частью жизни. Стремясь усовершенствовать свои навыки владения инструментом, он ведет активную концертную и конкурсную деятельность. За последние два года, как солист и участник ансамбля, Иван Топ выступал в более чем 40 концертах, принимал участие в 48 конкурсах, 34 из которых международного уровня. И везде занимал призовые места, за что не единожды становился лауреатом стипендий главы города. Он хорош во всем. Он умеет, во-первых, работоспособный, во-вторых, он умеет оттачивать, научился оттачивать все сложные места, все технические. И самое главное, он умеет создавать образ. Из него уже, можно сказать, получился состоявшийся неплохой музыкант, артист. Естественно, он может достичь высоких результатов. Новую награду, премию губернатора, Иван Топ считает большим достижением. Юный музыкант планирует отложить ее на покупку профессионального аккордеона, приобретение которого отдаст толчок для дальнейшего творческого роста. Татьяна Артеменко, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВИН. И на этом наш выпуск завершен. Мы продолжаем настаивать на следующем принципе верстки сюжетов. Больше новостей и хороших. Плохие вы и без нас найдете. Увидимся там же. Время местное. Спасибо.